Во Христе. Мы проповедуем Христа распятого и воскресшего. Я же мусульманин, братан. Я мусульманин, говорит. Ну, мусульманин-то тоже смертный. Умирать-то будет когда-то? Что ж, мусульманин, он же не вечно живет. Да, когда-нибудь умру, братан. У мусульман очень хорошо описано, что там за гробом, какие муки. У них подробно все описано. Даже больше, чем у нас. Да, я все знаю. Не надо меня научить чему-то. Я все знаю, братан. Ну, так вы вопросы задайте, какие есть. Давай, задавай. Он говорит, все знает. Все знаете? Да. А скажите, что самое ценное в мусульманстве? Самое ценное что? Самое ценное – это душа, сердце. У мусульман, именно у мусульман, больше ни у кого самое ценное есть. Что такое? Это вера. Все? Вера. Намаз, пять раз в день молиться. Вот что. А у нас тут молятся семь раз. Ну, в первых, это вы не знаете. Самое ценное, чтобы молиться, эта вера нужна человеку. О, правильно, правильно. Я про это и говорю. Намаз. Ни у кого больше этого нету. Ни у христиан. Вот, в первых, чтобы молиться, надо человеку верить. Да. Правильно? Вот, вот правильно, все. Вот у них это четко, четко поставлено. Мой дзин там, мой дзин там на минорете крещит. Слава эти правоверные, лучше молиться, чем долго спать. А у нас колокол бьет, он ничего не означает. Так что мы понимаем, что у мусульман хорошее. А у нас самое ценное – Христос. Он умер за наши грехи. Да, конечно, я про христианский тоже достаточно знаю. Своими силами человек не может вчерашнюю жизнь поправить. Это делает только Христос. Он взял грехи на себя, чтобы мы верою получили прощение. Написано в Евангелии. У вас оно называется Инжил. Я знаю, все, конечно. Я так христианство погодит. Вам дать данные нашего большого ресурса Ютуба? Зайдете? Называется «Открытым оком во свете Библии». Так называется. Открытым оком. Не, ну я-то не сильно таки крещеный. Что? Повторите еще раз. Я не слышу. Еще раз повторите, что сказали. Ушел. А что, сегодня праздник какой-то? Да не праздник. Завтра воскресенье Христово будет. Поэтому мы пошли на проповедь. Людям, которые не знают о спасении, рассказать о Христе, о благодати Божией, которую Он дает. Можно вопрос тогда вам? Можно задать. Мы православные христиане. Задавайте. А скажите, пожалуйста, смотрите, у нас сколько Иисусу мы поклоняемся? Уже больше тысячи лет, да, получается? На Руси больше тысячи лет, да. Можно вопрос, смотрите. Почему-то и в Украине там вот, ну это религия доминирующая, и в России как бы. А вот почему в таком состоянии находятся вот две вот эти страны, воюют между собой. Вроде бы Бог их должен защищать, сплачивать как-то с дружной. Ну вот, не Бог, а Иисус. Я Бог, Бог это отдельно и для меня, и Бог отдельно Иисус отдельно. И как бы, и не вот, а такого нету, то есть нету взаимодового. Вот, то есть он ничего не делает, чтобы эти народы объединились, а только как бы наоборот мешает. Ну конкретно. Вот сейчас, ну смотри, сейчас на его почве, да, что там вот этот Томас, не Томас, там вот эти. То есть народ, наоборот, разделился на почве религии даже, что там у одних доминирующая религия, у других нет. Поэтому он понимает, что-то, о чем я говорю? Тут не сегодняшним днем решается, а много раньше было. Они говорят, Голодомор кто устроил? Когда 3-5 миллионов погибло от голода. У них претензия обоснованная. Ну и там участвовали их руководители, тоже были. Тут надо... Вот, я понял, понял. Да, не надо защищать себя, если другой прав. Нам поверят тогда, как мы признаем свои ошибки. Но с этой стороны-то нету. А с той стороны патриарх Филарет поехал и выпрашивает там оружие в Америке на своих же собратьев. Мы братья родные. Это совсем никуда не... Вот, смотри. Вот, братья, мы даже люди это понимаем. А вот этот Иисус, он ничего не делает, чтобы мы пришли к этому. Он делает, делает. Мы люди обычные, которые не считаемся. Мы понимаем, что мы должны быть это. А вот тот, кто наверху не дает нам это делать. Он как раз и дает. Ну смотри, подожди, не перебивай, пожалуй, две секунды. Все же говорят, власть от Бога. Но я вот говорю, у меня Бог свой, как бы, у меня вот свои взгляды. Для меня Иисус это вообще, как бы, это категория, ну, я не знаю, для меня это миф, короче. И это, так вот, смотрите, если по-вашему это, был голодомор, опять же, вы сказали, сколько людей погибло. Это же смерть, это муки, это страдания. Почему вот этот, который говорил, подставь левую щеку, ударь, ударь по левой, подставь правую, а он вот как бы все на корню рушит, он не дает людям жить. Вы вопрос задаете, он дольше ответа. Вопрос четко и ясно. Вы задайте, а потом вы, слушайте, имеете возможность. Хорошо. Один вопрос, прям простой. Почему вот этот религиозный символ допускает такие страдания в наших двух странах? Вот, потому что это не символ, а живой Господь. По вашим делам вы получили то, что просили. Мы не воюем. Мы христиане, которые здесь, у нас в армии идут, на альтернативной основе служат. Мы христиане в подлинном смысле. А они дельцы от религии. Благословляют танки там в Чечне, там 450 трупов прижать, не могут опознать, кому принадлежат. Денег не могут отпустить, ДНК определить. Это никуда не годится. И поэтому Господь полагает на сердце. Мы об этом молимся каждый день. Мы поминаем Украину, Сирию, Россию и Израиль. Господи, мы поминаем Петра и Владимира, Порошинку и Паутинку. Смири их, Господи. Дай им здесь понятие, что живем короткой жизнью. За гробом не потребуются эти территории. А почему, подожди, слушай, извиняюсь, а почему мы должны его просить, почему он сам мне это не делает, почему мы его должны умолять, кто он такой, для вас он кто-то, для меня он вообще ни о чем, это я говорю, это пустой символ. Это еврейский символ, который вот как бы, ну, сделали, мне кажется, для того, чтобы манипулировать. Ну, религия здесь опиум для народа. Что, не так? Вот как. Отец желает, чтобы сын подошел и попросил у него, маленький. А не то, что он подошел сам, залез у отца, в гошелек-то вытащил где-то. Мы дети его, творение его. И поэтому он дал нам молитву, отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Да будет, как говорится, воля и на земле, как на небе. А воля-то у нас своя. И прости нам долги наши, как и мы прощаем, а мы не прощаем. Отсюда вывод, что и ты нам не прощай. Одна молитва, отче наш. И она нас уже на место поставит, если мы вдумаемся в нее. Бог творец. И он желает, чтобы его творение посчитало его как создатель. Он дал мне организм. Удивительные сложные. Земля, солнце, воздух, вода. Все ему принадлежит. И мы не будем обращаться, зашли как хулиганы в этот мир. Это не годится. Я вот 23 года. А как эта молитва звучит? Отче наш, да светится. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое. Да будет воля Твоя. И на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дашь нам днесть. Дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки. Аминь. Аминь. Шестая глава, Евангелие от Матфея. Это вот такая есть книга, Библия. В ней как раз все это и сказано. Это единственная книга, которая говорит о будущем, что она будет, что дальше будет. И мы знаем, как будет. А можно тебя вот спросить, ну вот ты молишься, по большому счету, вот ты как бы слуга Иисуса, и он тебе должен помогать. А какая пенсия? Можно тут узнать? Так, вы должны знать, кто с вами разговаривает. Я диссидент. Прошел пять тюрем и лагерь смерти. За то, что... Ты? Лапкин Игнатий Тихонович. Город Барнаул. Нам нельзя лгать. Почему? Потому что я первый, впервые в мире насчитал то, что... Не печатная, она магнитопонная. У меня там студия была. Насчитал Библию от корки до корки. Двенадцать томов Златоуста. Двенадцать томов Жития и Святых. Добротолюбие. Пятьдесят книг аудио выпустил. Ну и попутно еще брал интервью репрессионных. Архипелаг ГУЛАГ. Я первой в стране это озвучил. И там, где я был, там нельзя было выжить. А я вышел совершенно здоровый. Ни одной таблетки не съел. Почему? Мой Бог защищал меня. И не как-то защищал. Это показатель. Показатель, согласен. Я шел, знал, на что иду. Мама моя пришла как-то. Ну, бывает день приемный там. Передачку дать. Ну и женщины сидят и говорят. Мой сын ни за что, мой сын ни за что. А моя мама и говорит. А у нас здесь и детей у ней. Ох, бабоньки, как вам тяжело. А мой-то сын сидит за что. Он знал. Как так? И вы признали. Так я его благословила на это. Он людям о Боге рассказывает. Чтобы люди верили во Христа. Не хулиганили, не убивали, не блудили. Они стали ее слушать. Она женщина неграмотная. Но по-своему объяснила им. Я знаю, куда пошел добровольно. И поэтому туда попасть, где... Вот я... Ну, хочу попасть. Не попасть. Меня прорисовали по санкции МГБ. Московская КГБ. Они думали, здесь трудится несколько отделов. А оказалось практически в одном человеке. И что теперь? Теперь я в тюрьме. За мной особый надзор. Политотдел. Мне разрешается говорить. Мне Библию принесли. Я ничего не скрываю. Кому отдали. Теперь отбой в 10. В 8 часов, а в 6 часов ужин. Камера открыта. Охранники с двух этажей сходят. У нашей камеры 70 человек. Три не курят. За ними наблюдают. Вымойте руки. Я им даю Евангелие. Считайте. Охранники стоят, слушают. Я ночью стою, молюсь. Там подъем в 6, а я в 4 всегда вставал. Минута в минуту меня ангел будил. А свет горит все время в камере. Даже охранники, говорю, не встречали такого. Смотрим. Вот положил, говорит, руку. Не шевелся. Смотри, сейчас стрелка. В 4 сейчас отстанет. А часов-то нету. Я просил, ангел меня поднимал. Я свидетельствую. Они утром встают, преступники, и говорят. Вы вчера ночью молились. 7 человек сзади остановились молиться. Можно мы тоже встанем? Я не звал. Люди меняют жизнь полностью. Наркотики. Все это даже не поминай нигде. Вот он разговаривал. Он говорит, а я так вот говорил. А он помощник директора был. Избийска. Я могу называть там его фамилии и все. Вот. И я, говорит, отдавал эти приборы. Привозил сюда. Начальнику КГБ. Начальнику там туда. А следователь, я не сказал. Я говорю, так не пойдет. А он покаялся. Я говорю, ты, Володя, вот что. Завтра вызови прокурора по надзору. И скажи, так, я давал ложные показания. Так мне тогда вместо 7 лет 15 дадут. Эээ, не годится. Ты должен встать во весь рост и сказать, я виновен. Я дам новые показания. Никого не бойся. Ты отдал эти приборы. Тебя понуждали к этому. Ты же не продал их. Нет. Ты даром отдал. Ну, конечно. Его послал директор. А теперь-то хватились, нету. Редькин, фамилия. Владимир Прокопьевич. Вот как. А если я был неверующий, я никому не нужен и не знаю. Вот мы сидим, а камера вот так, если от двери до батареи 6 метров. Его взяли на допрос. Отворили дверь, и там охранники как дали им. Он до батареи долетел и ударился. Я сразу в кормушку вызвать в политотдел. Начальник пришел, Ульяновский Владимир Александрович. Я говорю, вот сейчас вот этого человека чуть не... Да вы что? Сразу на допрос. Да там уж по тюрьме какие слухи пошли, что я чуть не на свободу отпускаю. Я для этого и пришел сюда, чтобы так не жили, как мы живем. Я все время радуюсь. Я уверовал не тогда, когда я горбатый лежал, а когда я служил в морфлоте, а вернулся, на Балтике стал работать. На Балтике. Поступил в высшее мореходное училище. И в это время Евангелие мне в руки попало. 27 сентября 1962 года. Латвия, Венспулс, Балтийское море. И я принес покаяние перед Богом. Я встал и на себя самого как бы склонился. Это другой человек. У меня все изменилось. Пришлось забрать документы, уйти. А мне не просто, у меня широко дверь открыта. Я добился разрешения три курса сдать за год. По выбору комиссии на немецком, английском или французском все предметы. Мне Бог дал эти знания. Я это все ни за что посчитал. Занялся Библией. Стал проповедовать везде. Говорит, у меня на учет. А потом, когда я развил эту деятельность, пленки, ну тут уже работа началась. Приходят... А сколько лет? Вам лет сколько? Приходят люди, которые называются ИПХ. С нашего сколько лет? Мне 80 июня будет. 10 июня. И говорят, там вот люди такие есть, они истинно православные христиане. Они паспорта не принимают. Паспорта. Ну, в советское время были. Дети в школу не ходят. Мне пришлось с ними работать. Кажется, 70 человек, 32 пришли. Они стали работать. Дети пошли в школу. КГБ тут зашевелилось. Давайте мы вас в Красноярский край, там обоза. Там столько староверов. Я говорю, нет, вы меня дорогой столкнете. Да что вы, Игнатий Тихонович, да нет. Ну, я пошутил. У меня другая жизнь пошла, и мне радостно людям возвестить о Христе Спасителе. Это он мне, Бог, такую биографию написал. Вы на наш ресурс зайдите. Называется канал «Открытым оком во свете Библии». Вы там все увидите. Как? «Открытым оком во свете Библии». Запишите. У нас там 13 700 роликов. Я преподавал в пяти университетах сразу, во всех отделах милиции, воинских частях. То есть места нет того, где бы я не преподавал. Слово Божие. Три радиопрограммы регулярно вел. И там все написано. Знаешь, я понял, я просто знаю, что вот многие, ну, ты не поп же, ну, ты там проповедуешь, а вот попы многие, они вообще сотрудники спецслужб, об этом даже сейчас архивы рассекречиваются. И вот ты вот пропагандируешь за режим, вот такое какое-то, что тебе не столько это как бы вера, сколько тебе, ну, такие какие-то бытовые тебе надо как-то. Мы делимся радостью, меня Господь спас. Я рассказываю все один случай, захожу, а там как раз-то пять генералов сидят. Ну, я звание, звание, мэр города, генерал-майор там, прокурор края, генерал-лейтенант. И говорит, о, а у них там сабантующих каждый день рождения были. Вот, а мы только про вас сейчас говорили. Я говорю, и что? Более счастливого человека мы не знаем. Я говорю, а какой критерий? Вы делаете то, что вам нравится. Вы видите, как новые души поднимаются. А я сижу эти убийц, разных прелюбодеев сужу здесь, мне это век не надо. Они это понимали. Мое счастье в том, что Бог дал мне веру в Него. Мы деревню православную с нуля строим. Не пить, не курить, не материться, не воровать. Я был начальник, основатель детского лагеря, 45 лет. Без помощи государства, ни рубля не дали. Тысячи детей подняли. Я теперь из лагеря музей сделал. Давайте начинать работать. Не Путин виноват, а мы сами виноваты. А он за себя ответит. Где ты есть на этом участке? Начинаю работать, не сиди зря. Время-то уходит. А вы фанатик. Фанатик это... На счет времени я согласен. Вы фанатик, говорит. Вы фанатик. Ну и дальше-то что? Фанатик готовый умереть за свое дело. Вот у меня милиция приезжает. У нас сегодня тема экстремизм. Вы подготовились? Я говорю, я всегда готов. Я вышел с Библии и говорю. Вы экстремистов еще не встречали. Я перед вами на кафедре стою. Там краевой ОВД человек 750. Я экстремист. Экстремист означает любое дело доводит до совершенства. Я говорю, скажите, вот у вас здесь трикола там, красно-синяя-белая. Что означает? Поднимите руку. Ни один не может объяснить. Я говорю, скажите, у вас телефоны мобильные есть. Кто изобрел? Сидят. Я говорю, а кто интернет изобрел? У меня дети в лагере все это знают. Они знают, кто мэр города, кто представитель совета министров. Дети должны быть образованы. Они должны быть умнее нас. Ладно, все, я понял. У меня здесь чисто, вот я говорю, религиозная сторона. Вот я просто увидел, что человек такой, знаешь, как называется ОКО? Что там еще разглядывается? Открытым ОКОМ во свете Библии. ОКО, ОКО, глаз, открытым ОКОМ. Вы запишите, запишите. Вы когда вот это напишите, открытым ОКОМ во свете Библии, напишите канал, выйдет канал в Ютубе. А если напишите сайт по этим заголовкам, сайт наш... А сколько в Ютубе подписчиков на канале? Подписчиков у меня там 29 тысяч и 22 миллионов просмотров. Круто, круто, молодец, молодец. Ну, нас отнесли к средству мастерной информации. Я вот каждый день выставляю 10 роликов примерно. Посмотрю. Вот у меня 38 томов вышло из печати. И я решил, решил сам, я подарю книги в библиотеке. И поехали из Барнаула в Владивосток. С нами собака была, чемпионом России стала. А оттуда проехали, вернулись опять, отослали контейнер в Ростовскую область, контейнер по 4 тонны книг в Калугу. Мы проехали Турцию с той стороны. Афины, дошли до Лиссабона, прошли Скандинавию, Прибалтику и Север. Я подарил 650 городов полный комплект. Так, полный комплект, 750 евро. Мне зачем это надо? Я хочу, чтобы по-другому жили. У нас в лагере лозунг висит, Россия должна встать. И дети вот так, Россия должна встать. А второй лозунг, Россия это мы. Хорошо, скажи, вот ты как считаешь, что вот столько прожил уже, когда Россия все-таки должна встать? Что Россия? Когда Россия должна встать? Знаете, от нас зависит. Вот мне не надо... Это кто-то идет. Это к нам звонит. Так, вы не уходите, сейчас я его отключу. Вот это? Кто? Сердюченко, Михаил Сердюченко. Вот это вот. Так, я сейчас ему скажу, подожди. Здесь нажать? Так, вы меня слышите? Я сейчас... Так, вы меня подождите здесь. Я скажу сколько, полчаса. Можете подождать? У меня разговор идет сейчас там по этой... Как называют это? Чат-рулетка. Чат-рулетка. Так, все, пока. Так, как теперь? Верни. Вы перезвоните или мне вам перезвонить? Вы перезвоните сами. Да. Вы перезвоните. Так, мне нажать на это? Да, он сейчас нажмет. Так. Так, где он? Сверните его. Вот это вот. Вот сюда нажмите просто и все. Вот сюда? Да, да. Не, не, вот, на скайп. Нажали? Нажал. Вот тогда там сверните. Ну, я тут сверну сейчас. Нет ничего, ушел, да? Ну, тогда в этот, в интернет заходите. Вот, в оперу. Вот он, мелькнул. А что, почему это нет? Вы меня слышите? С кем разговариваете? Не переключайте. А у вас, случайно, нет канала на ютубе? Да, есть большой канал. Вы, кажется, рассказываете про староверов, да? Да, да, не только про староверов. Там 13700 роликов. Там и про католиков рассказывается, как мы ездили с миссией до Лиссабона. Все это заснято. А, слушайте, а можно вам вопрос касательно религии задать? Давайте. Как вы пришли к религии, конкретно вы? Ну, конкретно я. Значит, у нас в семье было 5 мальчиков, 5 девочек. А отец-инвалид войны вот так, руки не было. И мама была верующая, крепкая. И она неграмотная. С отцом вместе полкласса не кончили. Но она говорила, в пионеры вступать нельзя. Если вступите, значит, идете туда, кто вас принимал. Это нельзя делать, потому что на том свете там будет вам наказание за это. И мы никто не вступали. А мама рассказала, что жизнь эта закончится, а там будет огонь. Ад называется ад. Если только будешь нарушать. Вот нельзя вырабатывать, пить там, с женщинами дело иметь какое-то. И нас Бог от этого сохранил в чистоте. Она не знала о Христе, Евангелия не было. Я пошел служить в армию. Мне легко давалось после техникум. А я в органах МВД работал. Вот, прорабом, с заключенными. И оттуда призвали в армию. Я отслужил, когда в армии. Я отслужил во плоти и опять пошел во плот работать. И вот сошел на берег, в город Венспас, Латвийская ССР. Это было 27 сентября 1962 года. И меня Господь как удочку забросил на меня. Я любил бабушек. Они бедные, бывают обиженные. Я старался помочь, что-то сделать бесплатно. И тут она сумки несет. А я спросил, бабушка, у вас тут где-то молятся? Она говорит, а вот здание большое. Она не сказала, кто. А оказались лютеране или баптисты? Сейчас не знают. А я никогда ничего не знал. Я знал только, как мы из староверов, киржаки. Слышали такие? Да, да. Да, да. Вот это моя родина там была. А там священства нет. А без священства, оказывается, это и не церковь. И когда зашел, а я уже по-латышски разговаривал-то. Я говорю, а я не понимаю. Как не понимаю, что вы со мной-то говорите? Я говорю, это я разговорно. А тут такие слова. Он говорит, а вот через дверь там русское собрание. Я туда зашел. Я и там по-русски не понимаю. Хотя я уже немецкий, английский, французский изучал. Я не понимаю. Блаженны, нищие духом. Блаженства не знаю. Один из них, Михаил Александрович Еремеев. Я вышел, у меня билет в кино. И он меня на крысе остановил. А вы где будете? Я говорю, да вот здесь море. О, бог рыбаков любит. А я не рыбацкий, технический флот был. Ну и он пригласил к себе. На следующий раз я к нему пришел. И они мне дали Евангелие, Новый Завет. Это вот Библия, это Ветхий Новый Завет. Ветхий Новый. А там только Новый был. В черном переплете, дерматином покрыто. А они в одной комнате обедать. Это я там был. Когда они пообедали, зашли, меня уговаривать не надо было. Я начал выписывать все, как раньше делал. Гляжу, все божественно. Я не понимал, что это Евангелие. Я этого слова не слыхал. Они говорят, ну и как? Я говорю, хорошая книжка. Нет, это не книжка. Это книга, всем книгам книга. Ну я себя как было, так и вел. А вы не хотите помолиться? Я говорю, очень хочу. Ну они встали, а они оказались в пятидесятнике. С баптистами соединены. Ну они встали, руки как сложили там. А я поклонами до земли. Они говорят, слышим, ветер только идет. И подумали, как в день пятидесятницы ветер бурный. Вторая глава Деяния апостолов-то. И вот я как помолился, они сказали, ты, братик, молись, проси, чего у тебя нету. Это проси. Я подумал, чего у меня нету? У меня веры нету. Веры. А мне Господь еще открыли, вторая глава Деяния апостолов, они заговорили на иных языках. Я говорю, как, сразу? А я на разных языках уже занимаюсь. И считаю, там, проповедовал у немцев уже. И я понял, что это не может быть, чтобы раз за один момент чужой язык-то. Они говорят, тебе это не нравится, вырываем страницу. А мне вот это не нравится, эту вырываем. Там Христос семь хлебов переломил, там пять тысяч накормил, тоже не будем брать. Я понял, они правы. У меня нет веры. И я на молитве тогда впервые своими словами помолился. А я молился как, Богородица, Дева, радуйся, обратно на Мария, Господь с тобой. Ну, заученная молитва. Я говорю, Господи, дай мне веры всему, что написано про тебя здесь-то. И вот я сегодня вспоминаю это, у меня такое впечатление было, я не слышал. Но как будто бы отзвук по углам комнаты у них раздался, верю, верю. И когда встали, я на себя гляжу, на себя, который склонился, и который встал, это два разных человека. И только наш катерок к кораблю подошел, я через пальцборд перешагнул, и первому матросу говорю, мы живем неправильно. За нас Христос умер. Мы выкуплены из плена. Нас ждет райский обитель, если мы будем жить по заповедям Божьим. Вот как я уверовал. Это было 56 лет назад. Я не знал, что меня... Сколько вам было лет? 23 года. Я не знал, что меня дальше ждут тюрьмы, лагерь, смерти. Это все я пойду потом. Я весь изверченный, руки все у меня откручивали. А я остался живой. Я по сегодняшний день несу эту благую весть, чтобы люди примирились со Христом, приняли в эту благодать, радость спасения. Каким смыслом наполнена жизнь? Смерти нет. Есть только переход из одного состояния в другое. У меня, когда дело мое было раскручено, а я начитывал на пленке все это, златоуста, 50 книг аудио насчитал и размножил. И архипелаг ГУЛАГ еще. И теорию брал у прессированных. Меня было за что судить-то. Когда коснулось меня брать, в это время я оглянулся назад. Был бы я таким, как раньше. Я пролетарского происхождения, в органах МВД, в армию, в морфлоте, потом из морфлота перерыв, ракетные войска только что образованы были. У меня будущее было открытое. Я все променял на Иисуса Христа. Я оглянулся назад, и наследие мое приятное до меня. Межи мои прошли по прекрасным местам. Вместе с Давидом. А вы как, женились? Дети есть? Полностью. Меня домой приехал, я готовился, что скрывать, я готовился террористом стать. Отомстить коммунистам. У меня везде ружья там натолканы, собака со мной рядом. Я живьем не дамся. Выследить, который самый угнетатель коммунист, убрать его. Вот что делали на Майдане. А Господь, Бог, повернул меня и сказал, тебя будут гнать, тебя будут убивать. Я благодарю Бога, как апостола Савву, он меня остановил на пути в Дамаск. Вы запишите наш канал, как называется, «Открытым оком во свете Библии». Запишите. «Открытым оком». Я сейчас наберу. Только вы не переключайте, пожалуйста. Ну, давайте. Хорошо, я буду «Открытым оком во свете Библии». «Открытым оком». Да, «Во свете Библии». «Во свете». Свет падает. «Библии». То есть Библия освещает. «Во свете Библии». Меня звать Игнатий Лапкин. Тоже напечатайте рядом. Да, я вас вижу. Все. Подождите, не переключайте. Да-да. Вот когда вы напишите там во свете Библии, и канал надо написать, а потом напишите сайт, а сайт откроется. Напишешь форум, форум откроется. Я понял. Подождите. Интересно еще с вами пообщаться. Вы торопитесь? Нет, никуда не тороплюсь. Мы как раз вас искали. Скажите, пожалуйста, как быть, вот если совершенно, то есть я был верующий в возрасте, наверное, ну как, у меня тоже мать верующая, отец верующий в армии служил тоже, ну как молитва помогала. Я понимаю, про что вы говорите. Я использовал знания этого, сейчас припомню. Ну, короче, правило есть Серафима Саровского. Да. Вот. И я, как сказать, вот у меня жизнь очень напряженная была в том плане, что я общался с людьми, которые глубоко не верующие в этом плане. То есть они вели разгульный образ жизни, и вообще в целом, как бы, ну никто никогда не верил. И как бы, ну я ворился в этом всем, понимаете, да? И веру утратил окончательно. Когда я пришел в храм, мне было очень тяжело, я пришел в храм, я начал разговаривать с батюшкой. Ну, я говорю, вот так и так, типа, там, я, ну, алкоголизм, короче, болел алкоголизмом, сигареты курю, короче, беспорядочные половые связи, там, ну, перечислил. Он говорит, а как ты молишься? Я говорю, ну, я читаю правила Серафима Саровского. И тут он мне достал книжку, и там молитвы, вот, которые я знаю наизусть. Ну, там, верую, Богородица, Дева, радость, и Отче наш. И в итоге, как получилось, эти молитвы, они были изменены, и он мне сказал, что такого правила нету. Ну, то есть, нет такого правила у Серафима Саровского, короче. Нет, оно есть, есть, только его мало знают, монашеский. Есть, есть. И, то есть, он мне, как бы, говорит, ты, ну, мне не совсем понятно, в общем, знаете как, я просто много страдал из-за того, что я сильно очень к людям относился верующие, они меня обманывали, понимаете. И это очень сильно на душу влияло, потому что, ну, я как бы терял силы из-за этого, понимаете. То есть, у меня не было такого, что постоянно приток энергии я чувствую от этого. Наоборот, скорее всего, у меня всегда встречались люди, которые не верят, глубоко не верят в это, понимаете. Вы знаете, если зайдете на YouTube, вы мою фамилию записали, Игнатий Лапкин, вы зайдите по скайпу, и тогда вопросы подготовьте, и мы можем назначать встречу хотя бы раз в две недели. У меня много народу, и я вам буду отвечать. Да, скину материалы, какие пожелаете. У меня очень большие материалы. А вы сейчас проповедуете? Ну, сейчас я уже далеко не езжу. А до этого, видишь, как проехали? И Прибалтику, и Скандинавию. Ну, вы сам, получается, тоже батюшка, да? Нет, я не батюшка, я просто пенсионер. А до этого мне не давали работать. Я печеньком работал, плотником. А до этого прорабом был. Мне нигде не давали работать. А почему? Ну, советская власть такая, гнобила. Единственное место давали... Вы застали время, когда в лагеря отправлялись за просто так? Не так просто. Потому что у меня стихотворение много написано было. Я там Ленина даже помянул. Так. Стоит свой рот ащерев, по мету птиц подставил голый череп. Вождь атеистов, сонмище иуд. Вот. И им не понравилось. У меня стихов много очень. У меня четыре тома, по 800 страниц стихов только. Вы записали? А где вы живете? Барнаул. Город Барнаул, Алтайский край. А, Алтайский край. А вот я вас спрошу, наверняка вы сталкивались. Как вы относитесь к людям? Ну и вообще, как вы думаете, люди, которые курят траву? Плохо. Плохо. Это самоубийцы. Бросить надо в один день. В один день. Тебе не бросить. Потому что человек слаб. Христос поможет. Скажи, Господи, помоги мне, я устал. Моя жизнь заканчивается. А наркоманы, проще, они 36 лет дальше не живут. Это не завтра, только сегодня. Написано, завтрашний день. Ты не знаешь, что родить. Не хвались этим днем. Сегодня. Встань на колени и скажи, Господи, я услышал, что ты умер за меня и кровь свою пролил страданием на кресте. Меня ты искупил. Ты жизнь отдал для нас. А чем воздам тебе? И вы увидите результат. Сразу сожги и выброси все. Бороду не брейте больше. Я уже, я как бы сам отказался от этого. Уже на протяжении года я не употребляю. Ну ладно, мы уже отходим сейчас. У вас вопрос какой еще есть? Один вопрос задайте, если что есть. Как вы относитесь к... То есть, если отношения не в браке? Если живут вне брака, как вы к этому относитесь? Ну, смотрю, неверующие никакого отношения нет. Это два мертвеца, два блудника. А если верующие, это блуд у них. Надо повенчать со церковью. Если зачат ребенок вне брака. Ну, ребенок не виноват. Ребенок будет свидетелем на суде Божьем разврата родителей. Так написано. Он свидетель. Ты скажешь, а не было. А откуда же ребенок? Как у нас о частушке пели, говорит. Сцеловал он чуть-чуть, обнимал он чуть-чуть. А родился малец, уехал отец. А чуть-чуть, говорят, не считается. Не считается. Это надо на месте разбирать. Как? Если было такое, значит, прийти к Богу, принять крещение в православную русскую церковь. И крещение принять настоящее с троекратным погружением, чтобы бесплатно было сделано. Вот у нас так делается. Ну и повенчать, узаконить этот брак. И еще один последний вопрос я вам задам. Вот как относиться вообще, в принципе, к тому, что происходит в мире? Вы же понимаете, что с людьми совершенно несправедливо. Ну, я обычный человек, у меня обычная работа. То есть я там живу, 30 тысяч зарабатываю, да, двоеннослужащий. Вот как относиться? Как христианину написано, враг голоден, накорми. К врагам мы должны относиться с любовью. Никогда не мсти. Это слово Божие написано. А как если люди издеваются? Ну, мы живем в этом мире. Что издеваются? Мы едем в электричке. Ну, второй со мной, я тогда моложе был. Он старше, и у него рядом дочка сидит. Мы разговариваем. А в это время мужик один присал к нам. А вы что тут агитацией занимаетесь? И за бороду у меня ухватило. Все. Ну, что? А у него в руке мандарины. В это время подходит человек, корочки показал, там, офицер. То, я не знаю, КГБ или милиция. Так, за мной. Его сразу. А у него в это время сетка раскрылась. Мандарины попал. Он у нас под ногами ползает, как будто прощения просит. Вот и все. У меня не раз так было. Бог... Начинает Бог, да? Да, Бог. Я Ему принадлежу. Это Его забота обо мне. Мне не дано просчитывать вперед. А вот там опасно, там темно. Звонок поступил. Человек нуждается. Мы туда сразу отправляем, говорит, экспедицию. Мы должны успеть и должны помочь. Ну, а как все-таки спасти душу, если она невероятно грешная? Наши грехи для Христа. Да, это как взять одну искру и в океан бросить. Он бросит, говорит, наши грехи захребет себе и не вспомнит. Только искренне сказать, Господи, я верю, что Ты умер за меня. Умер, и, говорит, верой в Него мы получаем прощение. Он наше место занял, заместитель наш. Он принес себя в жертву за весь мир. И поэтому я говорю, Господи, я не могу вчера наш день вернуть. Я виновен о том и другом. Ну, не виновен, что Ты... Там где-то я родителей не послушался, там... Ну, другого-то ничего у меня не было. А в глазах-то Божьих я такой же, как... Нисколько не лучше другого. Я встал уже обновленный. Мне это все противно. Верующий в Него не грешит. То есть я даже... Как я мог это делать? Ну, там где-то говорить, там анекдоты рассказывать. Это все грех. А я был душой общества. Я их сотни анекдотов мог рассказывать. Мы должны смотреть глубже. Всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, то есть никого бы не было, Я бы уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Вот шкала. Ненавидящий брата. Просто под одеялом. Да чтоб тебя повылазило. Уже является человека-убийца. Уже с пальцев кровь капает. Даже думать нельзя. А как же не прелюбодействовать, ну, если гормоны играют? Ну, и что играют? Пост. Пост и молитва. Неделю в рот еще не бери, и все гормоны твои сдохли. Тоже мне гормонь нашлась. Считайте, у Лескова невинной пруденцией. Николая Семеновича. Но это же вредно поститься для организма. Нет, не вредно. Наоборот, полезно. Вот мне 80 лет. 80 лет. В июне будет. Что спрашивать-то? А я еще ни одной таблетки не съел. У меня две голубятни. Дома голуби. У меня такая жизнь. Я целый день тут воробьев, тут кормлю. Люди приходят. Сейчас только из церкви пришли, помолились. И у меня уже план дальше составлен на неделю. У вас, видите, у вас, мне кажется, более обстановка располагает. У меня квартира в городе, надо снимать деньги платить. Нет такой возможности, чтобы быть ближе к природе, к людям. Ну, мы летом там. Сейчас-то я в городе нахожусь, прямо в Барнауле. А город-то наш не маленький, 750 тысяч, кажется. Промышленный город. Ну, тут больше магазинов. У вас сколько пенсии? 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. Как вы живете на эти деньги? А вот сам не знаю, как я живу. А почему? Мне не давали нигде работать. Можно работать было только в моем районе. Я в Железнодорожном районе Барнаула. В Железнодорожном отделе милиции, во вневедомственной охране. То есть маленькая-маленькая. Если два дня меня не видят, они уже везде мечутся меня найти. Я должен был на глазах все время. Но это хорошо, хорошо. Я сразу познакомился с политоотделом. Он собирает милиционеров всех. В течение, я не знаю, в неделю или в месяц собирались. Я перед ними выступал. А был я в другом месте, работал. И я бы не проник туда. Мне главное сказать людям, чтобы выбор был. Что он в зал. Я выбираю Христа. Ничего больше не выбираю. Одного Христа. А вы еще занимаетесь спортом? Сейчас нет. Раньше я очень много занимался. Я готовился быть террористом. Поэтому тут мне нельзя по-другому было быть. Отомстить коммунистам за поруганную Родину. Я стрелял. Кажется, пуля в пулю садилась. На велосипеде с большим ружьем еще. Пацаненком. Любого воробья на ходу сниму. Я знал, куда иду. Отец спасет коров. А у меня ножи я только целый день мещу с ножами. Я обрек себя на это. Стоя спать там, резать, колоть, чтобы не сдаться. А теперь Бог показал. Тебя будут колоть. Тебя будут давить. Тебя будут выворачивать. Я благодарю Бога, что меня Бог избрал. И вот таким путем пошел. Ну да, у вас хороший путь. Уважаю. Уважаю. Ну так поставили фильм. Обо мне называется «Златоуст из Потеряевка». Это деревня, которую строим. Он занял первое место в России документальный. А первый фильм «Пречувствие» занял первое место на международном киноконкурсе. Вы найдете на нашем сайте. Как называется фильм «Пречувствие»? «Пречувствие». «Пречувствие»? Да, «Пречувствие». Там другие... Как написать? Просто «Пречувствие». «Пречувствие». Режиссер Кузнецов. А то там другие есть «Пречувствие». А второй фильм называется «Златоуст». Это святой. Из Потеряевки. Это про меня. В селах Потеряевка. «Златоуст из Потеряевки». Я сейчас посмотрю. Обязательно посмотрите. И еще один фильм вставили тоже. Называется «Второе крещение Руси». Или глаз вопиющего Вместе так Я подпишусь на ваш канал Вы ознакомитесь Потом по скайпу обязательно придите По скайпу Игнатий Лапкин запишите И напомните Ну так же как вас зовут Вы так же и в скайпе Я такой есть Это никакие аватары, ниники Нам нельзя это делать Такой я и есть по паспорту Вас так как звать? Так подождите Согласно тому что я вас встретил Возможно это не случайно Не случайно, мы молились об этом Как звать вас? Меня зовут Роберт 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 Рождественский Да? Благословен Господь Роберт это помилует Господь Да привлечет к себе любовью своею Я уже помолился за вас Спасибо А как вот быть в мое имя в церкви Так и будет? Нет, не будет Роберта не будет Если вы будете крещение принимать Допустим Роман Похоже Мне дали имя Иоанн При крещении Ну пожалуйста Вы скажете так покрестят Но крестят надо Чтобы не за деньги Чтобы вы уверовали И чтобы полностью под воду Три раза Вот мы Нынче 7 июля У нас потеряются в озере К нам из Франции Из Германии приезжали люди Брат у меня священник Поэтому все должно быть По серьезному Вы найдете там снимки Если зайдете в Mail.ru Мой мир такая Есть Вот Вы найдете там 22 тысячи Моих фотографий Как крещение идет Все Только зайдете на наш канал И скажите Крещение И вы увидите Целый лент Так как приезжает Лагерь детский Там все найдете Спасибо вам За беседу приятная У нас говорят Не спасибо А спаси Христос Спаси Христос Благодарю Слава Христу Да благословит вас Господь Во славу Божию Так мы отходим Все С Богом Удачи вам До свидания Так сколько наварилось Суши своей Чтобы вас В ад не попасть После смерти Вы не нуждаетесь этим? А вы знаете Что Христос Пришел на землю Умер за грехи людей Это благая Добрая весть Вы знаете про это? Христос Взял наши грехи Его распяли На кресте А он на третий день Воскрес И кто Кается перед Богом Просит Господи Прости мои грехи Он прощает Чтобы только не возвращался Чтобы после смерти В ад не попасть В огонь А он мне может помочь Написать диплом? Как? Повторите еще раз А он мне может помочь Написать диплом? А он может Чтобы меня не исключили А может он Мне помочь Написать диплом? Конечно Хорошее дело Ни одной молитвы нету Чтобы Бог не отвечал Но только ты сам работай И Бог именно так сделает Как ты не думаешь Никогда То есть он сам не напечатает диплом Да Сам его отправит Сам его Вы наш ресурс Наш канал запишите Открытым оком Воскресе Библии Вы можете прийти Открытым оком Воскресе Библии Игнатий Лапкин Ну тогда все Мы отходим Да? Сейчас я попробую посмотреть Больше не нужны вам? Вопросов нет больше? Да нет вроде бы Нет? Спасибо вам большое Все отходим? Да Во славу Божию До свидания Как дела? Как дела, говорит? Слава Богу Все хорошо Мы верующие Православные христиане Ну Как тебя звать? Как звать вас? Игнатий Лапкин Город Барнаул О, твой родственник Есть здесь один Давай поговорим Мы ездили на благовестие В Баку Ночевали в доме у мулы У мусульман У мулы И там мне пришлось проповедовать В мечеть ходить Вы мусульман? Вы мусульман? Нет, я не мусульманин У нас хорошее отношение С мусульманами Просто очень хорошее Вы где находитесь? В каком городе? Город Барнаул Алтайский край Мы верующие Православные христиане Рассказываем о Христе Как жить Как мирно жить Чтобы после смерти В ад не попасть в огонь У вас в Коране Про ад очень хорошо написано Да Я мусульманам Задаю вопрос один Вы мне постарайтесь ответить Что самое ценное У мусульман? Самое ценное В вашей религии Что самое ценное? Ну ладно Я не буду Намаз Пять раз молиться Это самое ценное Намаз Куда мне это Делюсь А куда мне делось Это щетки-то Показать Молодец Молодец Серьезно Вот А у нас Семь раз в день молимся Благодарим Бога Семь раз молимся А сидишь В этом Семь раз где молишь А сидишь В чат рулетке О, так я чё В чат рулетке Мы только что пришли Из храма Только что пришли Я пришёл сюда проповедовать А не на невесту выбирать А скажите А почему много так Вот в этом На этой рулетке Много мусульман Процентов 90 Наверное Чё-то не находят Чё тут такого Я не знаю Потому что Потому что Вы сказали Здесь много Мусульман Ну-ка Поговори Да, здесь Да, здесь Очень много Мусульман Да, очень много Мы Сегодня смотрели Сколько Каждый второй Или даже Два из трёх Мусульмане А ты почему Мусульман Не принимаешь Почему Мусульман Не принимаешь Ну потому что Христос Умер за грехи людей Спаситель мира У вас У вас В Коране Написано Как раз У вас написано Что Иса Иса А Марьям Это Мария У вас Ибрагим А у нас Называется Авраам Это один и тот же человек Вы говорите Сулейман А у нас Соломон Это в Библии Написано Вот она Библия Вот Смотри Отключай